Здравствуйте, дорогие мои телезрители! Конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Чего я так глаза пялю? А вы сейчас узнаете, чего так я испугалась. Ну, как вы уже обратили внимание, у меня на столе несколько пачек бордовской смеси, то есть бордовская жидкость так называемая. Мы привыкли к тому, что если уж ничего не помогает, то бордовская обязательно поможет. Совершенно верно, поможет и обязательно. Так что же это такое бордовская смесь и как она вообще должна выглядеть? Вот раскрыв эти пакеты, знаете, я очень удивилась. Я ей вообще поражаюсь в последнее время всем, ну, это ж не Петя придумал, который фасует эту бордовскую смесь. Вот как это вообще дошло до человека? Извёстку упаковать в пакетики, а вот медный купорос просто насыпать в этот упаковочный пакет и запихать потом туда эти пакеты. Я в шоке. Если честно, первый раз встречаюсь с такой упаковкой. Ну, это как бы отступление от темы. Дело не в этом. Дело в том, что бордовская жидкость, которую мы получаем из смеси известки и медного купороса, он голубого цвета, железный купорос рыжего цвета. Значит, эта смесь, она уникальна. Известь в водном растворе, мы же сначала растворяем известку в небольшом количестве, да, потом растворяем купорос в другой посуде, они не должны быть железными или стеклянными или пластиковыми лучше, чтобы никакой окислительной реакции не было. Вот когда мы их растворили, добавили по 5 литров воды, начинаем смешивать. Вот все, как написано в инструкции, это обязательная процедура. Прочитайте, запомните, сделать правильно. И получается, что известь, раствор извести, ощелачивает кислый раствор медного купороса. И вот этот раствор такого пронзительно-голубого цвета, он имеет нейтральную реакцию. Чем хороша бордовская жидкость? Да тем, что, имея нейтральную реакцию своего состава, она не обжигает листья. Представляете, какая прелесть, не обжигает зеленую массу. И мы можем совершенно смело пользоваться вот этим вот раствором. Но рекомендую вам не увлекаться. Бордовская жидкость может быть 0,5%, 1% и так далее. 0,5% значит раствор бордовской жидкости, то есть купороса извести, он совершенно безвреден для зеленого листа. И все это срабатывает очень даже хорошо. Что уничтожает бордовская жидкость? Когда мы вообще бежим к ней на помощь? Я всегда, когда даю советы вам, говорю так, первые обработки это хом, вторая может быть оксихом, а далее может быть абигопик, а может быть, а вот последняя обработка, хотя можете начать и с нее, это бордовская жидкость. И вот осенью в саду у нас все должно быть голубое. И малины еще с листьями, и слива, и вишня. Это слива и вишня, косточковые и семечковые, и яблоня, они страдают от манилиоза, есть такое страшное заболевание. У яблонь есть черный рак, и бордовская жидкость в концентрации трехпроцентной тоже полечит все это дело. Значит, есть всевозможные пятнистости, бурая пятнистость, там их просто ужасное количество, всякие гнили. Так вот, бордовская жидкость прекрасно со всем этим справляется. И еще как-то задавали вопрос на ютюбе, курчавость листиков, она бывает у персика, бывает у пиона. Это тоже прекрасное лекарство от этих заболеваний. Это как раз вирусные или грибковые заболевания. И разведя бордовскую жидкость в 0,5% соотношении, вы получите прекрасное средство для борьбы со всеми этими проблемами. Хочу сказать, что вот этот вот, вот этот голубой красивый порошок, медный купорос, он, конечно, тоже может вылечить все, но, но при этом он может погубить вам растения, а еще может погубить вас. Поэтому давайте, если вы все-таки уже там отчаялись и не успели осенью опрыскать, рано-рано весной, очень рано, до набухания почек, можете позволить себе обработать медным купоросом. Вот в таком вот составе. Но я вас умоляю, вы все-таки должны понимать, что это как исключение. Это не правило. Бордовская жидкость не нанесет вреда. Хотя и с ней тоже нужно быть достаточно осторожным. Когда вы занимаетесь обработкой любыми веществами, не забудьте про то, что нужно одеть маску, перчатки, обязательно платочек на голову или там какой-нибудь бейсболку, обязательно куртку. В это время нельзя ни пить, ни курить, ни есть бутерброды. И желательно удалить собак. Вот 6 часов после обработки бордовской жидкостью животных не подпускать в это место. Все-таки, все-таки, еще раз повторяю, вот активные ионы меди, они, ну, по крайней мере, не уничтожают там, как вот любые там препараты от насекомых, но они все-таки выступают активным веществом, которые борются с насекомыми вредителями. Борются и приводят их просто в бесчувственность. Собак тоже живое существо. Поэтому, если концентрация, да, количество кустов опрыгано очень много, лучше удалите животное, и кошку, и собаку. Так будет лучше. Ну, и, естественно, в это время не надо гулять по саду и пытаться там что-то еще поделать. Дайте возможность поработать веществу. После опрыскивания бордовской жидкостью, ну, знаете, я бы сказала, две недели, за две недели до уборки урожая вы можете последний раз обработать. Но я бы вам сказала, за месяц до уборки последняя обработка бордовской жидкостью. Вот когда вы собрали все урожаи, неважно с каких растений, если даже у свеклы заболели листья, то опрыскивайте вы на здоровье. Только не надо каждую неделю это делать. Это неразумно совершенно. А вот после того, как вы убрали урожай, например, яблок, ну, пожалуйста, обработайте в эту яблоню по листьям, бордовской жидкостью. Принесете много пользы. А себя избавите от массы заболеваний. Значит, вот, понимаете, вот очень красивый вот этот материал голубой, ну, просто замечательный. И все-таки этот медный купорос, он может уничтожить все плохое абсолютно, на ноль свести, но он навредит человеку. Об этом вы должны помнить обязательно. На этом я закончу свою лекцию. Всего доброго и до свидания.